Телеканал «Спорт» представляет матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги ЦСКА «Спартак». Ваш комментатор и Сергей Гимаев, Роман Скворцов встречу обслуживают. Два главных арбитра – Константин Оленин и Алексей Раводин. Им помогают лайнсманы Юрий Аскерко и Сергей Сердюк. Армейцы находятся на седьмом месте в турнирной таблице Запада после 34 матчей 53 очка. В активе подопечных Сергея Немчинова «Спартаковцы» идут на пятой строчке в турнирной таблице 57 очков у них в активе после тех же 34 матчей. Милоша Ржига, главный тренер «Спартака» на ваших экранах перед матчем, говорил он о том, что соперник будет иметь преимущество. Дескать, не отвлекались игроки ЦСКА на матчи сборной, но говорили мы о том, что Филатов и Кулемин вообще сегодня своим не помощники, а не за океаном. Корнеев играл на российском этапе Евротура. У «Спартаковцев» в Словакии уезжали в расположение своей национальной команды, но это проблема на весь сезон у «Спартака». Не исключено, что все пять игроков «Словацкого» квинтета попадут в заявку своей команды. Это вряд ли все пять не попадут, конечно, но кое-кто из них может поехать. Ну, кстати, Жига и Нинчинов перед игрой были абсолютно удовлетворены, я с обоими переговорил, и настрой абсолютно позитивный, бодрый, и сказали, что все хорошо, рвемся в бой. Ворота «Спартака» сегодня защищает Дмитрий Кочнев, а в воротах армейцев Константин Барулин, который в прошлом матче между этими соперниками заработал матч-штраф за атаку на линейного арбитра. Но вот пообещал он после той встречи больше на судей не нападать. Первая пятерка «Спартака» выглядит следующим образом. Пара защитников. Седьмой Иван Баранко, тридцать первый Кирилл Лямин и «Словацкая тройка» нападения. Какой момент был сейчас у Суглобова, но в створ ворот он не попал. И «Словацкая тройка» нападения. Девятдадцатый Баранко Родиович, восьмой Мартин Цыбок и четырнадцатый Штефан Ружечко. У армейцев стартовая пятерка пары защитников. Третий номер Михаил Пашнин, двадцатый Константин Корнеев, капитан команды и тройка нападения. Двадцать седьмой Денис Паршин, девяносто третий Марк Хартиган и девятый Александр Суглобов, который вернулся в строй после травмы. Вторые звенья команд появляются на льду у «Спартака». Это звено капитана команды Дмитрия Упера. Тридцать шестой номер одиннадцатый Эдуард Ливандовский, пятьдесят восьмой Андрей Кузьмин. Здорово вписавшийся в состав «Спартаковской команды» после перехода из Нижнекамского нефтехимика, где наоборот он заметен не был абсолютно. Пара защитников. Сорок третий Ярослав Обшут, тридцать третий Валерий Покровский. Бросок по воротам. Это Упер заряжал Барулин, уверенно отводит угрозу. Вторая пятерка ЦСКА. Здесь Егор Михайлов, тринадцатый, восемьдесят седьмой. Центральный нападающий Дмитрий Союзтов, двенадцатый. Александр Никулин. И пара защитников Сергей Розин, сорок восьмой. Денис Куляш, двадцать восьмой. Главная ударная сила армейцев в большинстве с Хартиганом. Лидирует он в команде по количеству заброшенных шайб. Турнирное положение команд дивизионе Боброва. Сверим ощущения. Третий Спартак, четвертый армейец. Четыре очка разницы. В общем, можно говорить о том, что за шесть очков сегодня сражение. С учетом того, что еще разок предстоит соперникам друг с другом скрестить клюшки. В этом чемпионате. Третье звенье команд с выздоровлением Рыбакова принимает у Спартака привычный вид. Десятый номер Александр Рыбаков в центре. По краям 83-й Кирилл Князев, 88-й Роман Людучин. И пара защитников Денис Баев, 3-й, 34-й Виктор Костюченок. Больше защитников у Спартака нет на этот матч. У армейцев 96-й номер. Центральный нападающий Олег Лещев. Он говорит, Альберт Лещев, прошу прощения. Юбиляр. 800-й матч в карьере на высшем уровне. 47-й. Это Сергей Аншаков, 23-й. Никас Демитракас. На ваших экранах результаты уже сыгранных матчей к ним. Вернемся чуть позже. Сейчас закончим с составами. Мы. Молодой защитник Алексей Марченко появляется на льду. Ход 55-м номером вместе с Максимом Гончаровым, 57-м. И четвертое звено армейцев, 77-й. Георгий Гурьянов, 19-й. Евгений Коротков и 42-й Дмитрий Моня. У Спартака 4-я тройка нападения. Также привычное в сочетании. 29-й номер. Центральный нападающий Илья Кудлуком. 21-й Игорь Мусатов. И 15-й Александр Бутурлин. Ну, такое впечатление, что команды абсолютно хорошо знают, как играют друг-друг. Друг-други как-то играют. И полностью готовы к игре. Мы видим, каждый уже знает, на что рассчитывать. Но вот в этих сочетаниях, вот четвертые зрения сейчас играли. Тут, конечно, небольшой преимущество Спартака, наверное, будет. Все-таки и молодой защитник, и Гурьянов давно не играл. И тут, скорее всего, будет Спартак иметь преимущество. Но другой вопрос, что четвертые звенья, допустим, четвертые звенья ЦСКА не будут так много играть. И поэтому вот и проблема у Спартака будет в том, что или подстраиваться под выходы звеньев армейцев, либо нет. Дважды команды играли между собой в этом чемпионате. Обменялись победами на домашнем льду. Армейцы 11 октября победили со счетом 4-2. Ну и спартаковцы взяли реванш Сокольниках со счетом 3-2. Ливандовский стал героем этих матчей. Он отличился в каждом из них. Причем во втором встрече на счету Ливандовского победная заброшенная шайба. У армейцев победный гол на счету Союзного. Ну и любопытно, что оба раза в тех матчах счет открывали армейцы. Но полагаю, что это не будет таким ключевым моментом в сегодняшней игре. Достаточно сказать, что, допустим, свои последние матчи и армейцы, и спартаковцы проиграли, ведя по ходу встречи со счетом 2-0. Армейцы, соответственно, Северстали и Спартак Амуру, и те, и другие проводили свои последние матчи до перерыва в гостях. Ну, тем более, обидное поражение для ЦСКА. Потому что, в принципе, Северсталь вот так прибавил. И вот, кстати, они сегодня выиграли 4-3. Борис, хотя проигрывали 3-1. И они уже достаточно близко подтянулись к зоне плей-о. Хотя мы еще буквально 5 туров назад отводили место из Северстали уже абсолютного аутсайдера. И команды, которые, ну, шансы практически попасть в плей-офф не. Тем более, мы видим, что и рижане, и минчане очень сильно прибавили в последних турах. И сейчас и эти команды, наряду из торпеда Нижнего Новгорода, претендует на место восьмерки. Так что ни ЦСКА, ни Спартак еще абсолютно не гарантировали себе игру в плей-офф. Да, совсем недавно довелось такую точку зрения увидеть, что, мол, 7 мест от Запада уже распределены. И борьба пойдет за восьмую строчку в турнирной таблице. Да ничего подобного. Северстань действительно на подъеме. Да и кризис торпеды не может продолжаться вечно. В общем, борьба там будет очень жаркая. Я думаю, так первые три команды, то четыре, западного дивизиона, что-то себе гарантировали. За остальные места пойдет очень серьезное сражение. Мы обещали бы сказать подробнее о сегодняшних матчах. Сибирь победил в овертайме «Металлург» на своей площадке 4-3. Борис проиграл Северстанье 3-4. «Атлант» на выезде победил. Омский «Авангард» 4-2. Дублями отметились Олег Петров и Сергей Мазякин. Кстати, состоялся дебют словасского голокопера Лашика за «Атлант». И вышел он победным. Ну и во встрече лидеров этого сезона Салават Юлаев на своем льду обыграл питерский СКА со счетом 6-3. Но этот матч все болельщики, которые хотели посмотреть, могли видеть. Ну, может быть. Кто-то стоял в фрубке. Нет, как раз обычно проблема в том, что все жалуются, что показывает московский матч и не показывает матч, допустим, с востока. Вот сегодня показали матч лидеров. Все желающие могли его посмотреть. Ну и опять же сравнить ощущения от увиденного. 5 минут сыграно в нашей встрече. Счет не открыт. 0-0. Ну и действительно так осторожно начинает встречу. И те, и другие понимают они, что опасно здесь играть с огнем. Ну вот, смотрите, против звена Лещева как раз четвертое звено Спартака выходит. Каблуков с Мусатовым и Бутурлиным. Он очень прибавил в последних играх, ну, перед перерывом Илья Каблуков. Если в начале сезона, ну, так не совсем были лесные его перспективы в Спартаке, то в концовке он играл очень много, играл здорово. И вот выходит на тот уровень, на который и рассчитывал он сам. И рассчитывали, как бы, и тренеры команд, в которых он играл, и детские тренеры, которые воспитывали талантовый парень. Вот сейчас он, наконец, показывает хороший хоккейн. Да, статистика его, как и Игоря Мусатов, выглядит не впечатляюще по-прежнему. Но вот, с другой стороны, да, в ряде последних матчей до перерыва Каблуков и Мусатов действительно вели команду за собой и очень много черновой работы полезной проделывали. Мусатов там не уходил со льда без силового приема. Каблуков старался вести игру своего звена, задействовал партнеров и при этом здорово отрабатывал в обороне. Так что была бы игра, было бы качество, очки придут. В этом можно не сомневаться. Сейчас любопытный момент был. Лещов отлично оторвался от своего оппонента и был на ударной позиции, ждал передачи от Адшакова. Но тот даже не пытался смотреть, но мощно бросил. И так, Лещов разбил руку. Ну что ты не видишь? Ну надо понимать, что не всегда с Мазякиным приходится играть. Ну вот смотрите, здесь Ржига, может быть, добился своего, где-то перехитрил своего соперника против четвертого звена армейцев. Словацкая тройка Спартака на льду. Но вот только сейчас Цыбаку с партнерами удается зацепиться за шайбу в чужой зоне. Наброс на пятак. Барулин выкатывается из ворот и не позволил он Ружичке там распорядиться. Коротко в контратаке. Бросок поворотом. Кочнев шайбу ловит. И там сразу на пятачке свалка начинается. Родивоевич бросается на защиту своего голкипера. Но опять же, этот эпизод можно трактовать в пользу армейцев. Во-первых, очень серьезно угрожал воротам Коротко. Во-вторых, когда лидеры соперника добраться на игроков четвертого звена, в принципе, размен тут можно будет быть очень неплохой. Ну абсолютно. Тем более, если Гурьянов, допустим, покинет матч и Родивоевич, это просто дослуга большая будет. Это Георгия Гурьянова, что вывел из троих, вывел из игры. 6 минут 12 секунд позади в матче между ЦСКА и Спартаком. Счет не открыт. 0-0 только что. Очень неприятный бросок Коротко произвел по чужим воротам. С большим трудом Кочнев с этой шайбой справился. Арбитры дали свисту. Гурьянов достал шайбу из-под спартаковского голкипера. И тут же Родивоевич бросился восстанавливать справедливость. Тут я, пожалуй, соглашусь с Родивоевичем. Действительно, Гурьянов мог по ребрам попасть в вратарю и справедливо пытался наказать Гурьянова. Ну и арбитры так мудро рассудили в этой ситуации. Приняли такое Соломоново решение. Никого удалять не стали. Просто предупредили хоккеистов о недопустимости повторения подобных инцидентов впредь. Стройка Упера на площадке у Спартака. И у армейцев первое звено. Хартиган со своими партнерами Суглобовым и Маршином. Суглобов входит в зону. Остроумно подключал Хартигана к этой атаке. Но вот давно Александра не было. Отвыкли, наверное, партнеры от его ходов. Хартиган пролетел на полном ходу. Мимо шайбы там ни два Суглобовых не обрезал своих партнеров. Безусловно, отвыкли. Тем более от Суглобова в такой ситуации передачу никто не ждет. Все знают, что он будет сам атаковать. Будут прорываться, бросать. Поэтому все бежали на добивание. И вдруг пас. Союз того встречает в средней зоне. Здесь настоящий трафик. Никто не может вырваться на оперативный простор. Наконец-то удается. Это Людучину. Бросок к воротам. Барулин. Закращает угол обстрела. Принимает шайбу на себя. И очень внимательно Денис Гуляш. Там действовал. Вывез шайбу с пятачка. Очень плотнокровно. Но там абсолютно Денис Гуляш ситуацию контролировал. Михайлов. Если учитывать, что его Людучин просто тут сокрушил, отобрал шайбу, то, наверное, Гуляш подумал, что второй раз потеряет в своей зоне. Это было бы нежелательно. Опаснейший момент. Под бросок Саюз. Саюзского бросается Роман Людучин. И, похоже, в лицо попадает ему шайба. Булевой шок однозначно. Посмотрим. В принципе, опять ведь надо учиться вот этим элементам. Но тут, когда он просто разворачивался, садился под шайбу, даже не ложился. Но здесь, в общем, и времени для того, чтобы грамотно лечь под шайбу, у Людучина не было. Нет, просто куда попала шайба, посмотрите. Но вот ценой своего здоровья Роман Людучин прерывает опаснейшую атаку. Ну, в принципе, на убойной позиции Саюз находился перед воротами. И нужно отдать должное спартаковскому нападающему, который очень самоотверженно сыграл в дальнем эпизоде и отвел угрозу. Попадает он в руки врачей. Постараются они привести Романа Людучина в себя. Кублуков с партнерами на льду у Спартака появляется. И противостоят они вновь звену Альберта Лещева. Удаление, похоже, в первом матче. Первое. В этом матче Игоря Мусатова отправляют арбитры на скамейку штрафников за удар соперника локтем. Хотя покатывает Александр Бутурлина, но удален не он. Милоша Ржига по традиции экспрессивно начинает беседовать с арбитром. И что значит жест? Главного арбитра уже отправился игрок на скамейку штрафников. А просит хоккеистов вернуть на лед, не задерживать. Вот это и встреча. Кстати, впервые два отечественных арбитра обслуживают встречу между ЦСКА и Спартаком в этом сезоне. До этого одним из арбитров был хинский рефери. Но вот на Константина Оленина и Алексея Раводина большая нагрузка сегодня выпадет. Они, кстати, настолько со стороны похожи и по манере кататься, и по фигуре, что практически отличить невозможно. Оленина и Раводина. Может быть, пользуясь этим, будут они по очереди ездить к Милошу Ржиге. Какой бросок еще мощнейший! И лишь повторным движением Дмитрий Кочнев накрывает эту шайбу. Очень опасная арбитра. Как раз это был такой момент, интересный, помните, скандальная ситуация Сокольника, когда попала шайба в шлем трусику, и как-нибудь раз подлетел в воротах. Засчитали, и там большой, ну, такой проблемный конкурс, скажем, вот сейчас попала шайба в маску. Кочнев, но вот раз виска не было, и, видимо, даже что уже нет. А вот защитная часть такая, которая висит, пришлось ее снять. Я думаю, это какое-то время занял, чтобы опять подлезать. Все-таки по технике он же Кочнев знает, что у него шея здесь шина, и когда идет в этот район бросок, он так опускает подбородок, и вот этот защит срабатывает. Из него играть совсем по-другому он будет. Ну, видимо, доиграет все-таки период, а во втором перерыве, да, ну, сделают маску. Армейцы в этом чемпионате пока неважно. Играют в большинстве. 22 шайбы заброшено, процент реализации меньше 12. 23-й показатель розыгрыша лишнего у ЦСКА в этом сезоне. Это главная проблема ЦСКА, хотя работают на тренировках, они над этим очень много отрабатывают. Все, что хотелось бы видеть, но вот именно этот момент не позволяет ЦСКА добиться лучших результатов, набрать большие очки. Другое дело, что спартаковцы в этом сезоне тоже не очень здорово играют в меньшинстве. 19-й коэффициент надежности у красно-белых. 39 шайб они пропустили, имея на одного-двух игроков меньше. Ну и, кстати, в матче с Самуром обе шайбы с игры спартаковцы пропустили именно в меньшинстве. В матчах друг с другом армейцы три раза использовали численные преимущества из 12 попыток. Аналогичный показатель Спартака 2 из 12. Еще 40 секунд остается до выхода на лед Мусатова. Паршин не успевает к этой передаче и держит флайнсман поднятую руку, сигнализируя о том, что зафиксирует тот положитель. С удовольствием он это сделал, хотя буквально там сантиметры и уж не такой и проброс там был, но все четко было. Действительно, Кулешу там поточнее можно было передачу делать, но Баршина по открытому правому хлангу прорывался. В принципе, атаку запорол, можно сказать. Куляш не точно передача. Союзов в такой жесткой борьбе с Князевым все-таки выиграл вбрасывание. Куляш начинает отак своей команды, на этот раз безукоризненная передача. Еще одно удаление в составе красно-белых за подножку. Кто-то из них покинет площадку на 2 минуты. 16 секунд в распоряжении ЦСКА на игру 5 на 3. Это шанс. Если будет выиграно вбрасывание... Андрей Кузьмин удалил. Так, попал сначала Клюшкой в конек. Уже Никулин падал, лучше подцепил. Обязательно выбрасывал в игру вбрасывание. Видите, и сразу в эфире Хартиган. Да, ничего удивительного нет. В том, что на льду появляется Марк Хартиган, имеющий самый высокий процент выигрывающих единобор составит своей команды за 60. Другое дело, что и Левандовский, хотя внечасов, процентом выбрасывания в игру имеет еще лучшее. На Левандовский главная спартаковская надежда как раз при игре 3 на 4, 3 на 5. Собственно, он на льду вместе с Баевым и Костюченком. Удается спартаковцам шайбу выбросить из своей зоны, но все началось с того, что Левандовский как раз свое единоборство выиграл. Четвертый полевой появляется у красно-белых, но армейцы. Вновь с шайбой в зоне, перевод в центр. Сталкиваются там двое спартаковцев, но по инерции отлетает. Один из них в направлении армейского нападающего. И в итоге шайба к лицевому борту отлетает. Продолжают армейцы контролировать ее. Куляш потерял скорость и там очень опасно было. Катился на него Мусатов, но куляш в однокровной ситуации разобрался. Теперь подстрелил Мусатова. Мусатова на грани действует куляш. Поди шайба в коню, вылых один на один у гостей. Светит, а вот кулеша выводят на бросок, заряжает Денис, но опять до кочневого шайба не долетает. И спартаковцы выбрасывают ее, успевают провести смену. Ну и Денису, наверное, уже пора отправиться на скамеечку. Переиграл он смену, остался играть. Когда армейцы имели преимущество у двух игроков, но только сейчас заменился Рылов с Мишарином. Аншаков катится на куточок, занимает там позицию, но затем принимает решение открываться у лицевого борта. Лещов, Мишарину под бросок, атака, и где шайба? Шайба в углу площадки, выбрасывают ее спартаковцы. Ну что, моменты в большинстве армейцы создают. И такой сигнал сопернику они посылают, что удаление могут сыграть очень плохую службу подопечного Милошарджини. Другой странный роман, ну какой из бросков был очень опасен. Это все из синей линии, надежды на рикошет, что вратарь будет открыт. Но из-под атака Цидорова в Мечестве сыграли и блокировали броски ценой здоровья, собственно. А вот сейчас все встанет один номер. Егор Михайлов открывает счет в этой встрече. Первый его бросок сблокировали. Ну а вторым неотразимо метнул верхний угол ворот ЦСКА. Третий раз в этом сезоне открывает счет матчи со Спартаком. Мы много хороших слов сказали про Каблукова, что вот он прибавит в последних игр. То же самое можно сказать про Егора Михайлова. Он сейчас получает абсолютное доверие от тренеров. Играет много, играет много в большинстве. И вот действительно середину сезона проводит намного острее. Попал идеально, можно сказать. Такие претензии к Кочневу. Посмотрим. Попал идеально, да. Видите, Кочнев все-таки сел на колени. Длинный рук не хватило, чтобы выглядел эту шайбу. Ну и естественно необходимо какое-то время, чтобы поднять ловушку. И вот так удачно Егор Михайлов попал, что здесь просто... Идеально, идеально. ...ни единого шанса не было у голкипера Спартака. Это пятая заброшенная шайба Егора Михайлова в этом сезоне. И он, Егор Михайлов, отправился на скамейку Штрафникова. Добро пожаловать обратно в Ледовый дворец спорта ЦСКА. Егор Михайлов, открывший счет в этой встрече, занимает свое место на скамейке Штрафникова. За атаку игрока, не владеющего шайбой, первое большинство для Спартака. В этом матче Александр Рыбаков с партнерами выходит на реализацию. Людучин-Князев. Роман Людучин вернулся в игру после того, как шайба попала ему в лицо. Несколько минутами ранее пара защитников. Из тюченок Баев у красно-белых, у армейцев Союзтов Кмоне защищались. Розин и Куляш, но уже прошла смена. Корнеев появился на льду. Шайба мечется здесь на пятачке, но в первом книферке Союзтов успевает. И есть возможность контратаку у армейцев организовать. Бросок из подзащитника Кочник в шайбу форирует. Но так довольно опасно выскакивала она на пятак перед его воротами. Но сориентировался Галкипер. И Спартаковцы идут вперед. У красно-белых в этом чемпионате 13-й показатель реализации большинства. 33 шайбы подопечные Билла Шержиги забросили, имея численные преимущества. Но армейцы защищаются с процентом 83,7. 12-й коэффициент надежности при игре в меньшинстве. При этом подопечные Сергея Немчинова 5 шайб в меньшинстве забросили и находятся среди лидеров. По этому доказателю рекорд принадлежит пока кистом Бориса, который в меньшинстве 7 шайб забросил. Значительная вот мощь атака в большинстве Спартака это фопшит, который сделал больше всех бросков в составе Спартака поворотом и действительно не стесняет бросает. Вот сейчас Цыбок с Ружечкой Родивоевичем, Баранко и Лямин. Пара защитников. Хитрющую передачу Родивоевич делал на дальнюю штангу партнеру, но Ружечку там борьбой повязали и не позволили Клюшку подставить. И плюс так она еще выскочила, может быть даже и не успела ее что-то заметить. Через 16 секунд армейцы будут играть в полном составе. Союзов, Моня, Куляш и Розин вновь появляются на льду, но совсем немножко времени ему нужно провести. И здесь проброс. Арбитры зафиксируют. Вбрасывание будет у ворот Дмитрия Кочина. Хороший момент был. Упер на скорости врывался в зону, но опять же то же самое, что у ЦСКА было не точная передача. Атака сорвана. Можно отметить, что вот Союзова очень много использует Немчинов при игре в мячинстве. Да, действительно он не так много забивает, но умный игрок и хорошо читает. Действия их соперников. И поэтому доверяет ему в каких ситуациях играть Сергеевича. Да вот спартаковцам не удалось так подушить соперников в большинстве, как это сделали армейцы. Да, говорили бы о том, что броски от синей линии может быть не самые опасные, но эти броски были. Кочнев был в напряжении. Армейцы старались закрывать, боролись, лезли на пятак, подавляли соперника своей активностью. Это привело к тому, что прошло совсем немного времени после того, как спартаковцы стали играть в полном составе. Егор Михайлов шайбу забросил. Может быть, как раз вот этой свежести и не хватило Кочневу, чтобы скинуть ловушку. Ничего похожего красно-белые в своем большинстве продемонстрировать не смогли. У них вышло сочетание словаков, которые, в общем-то, тем более без опшида, которые пытаются разыграть, в общем-то, наверх, сами, да, возле, ну, вблизи ворота, и не особенно использовать защитников. Поэтому и бросков почти не было. Хотя вот этот просрельный пас на дальнюю штангу едва не завел все усопо-правление. Там Ружичка чуть-чуть буквально не успел. Обшут как-то очень вальяжно тащил шайбу через центр своей зоны. И Аншаков со спины его едва-едва не обокрал. Ливандовский здесь закрыто, говорит ему Яков Рылов. Успевает плечом ударить в грудь своего соперника, который владел шайбой и собирался обыгрывать. Очень четко Яков Рылов в этой ситуации сыграл шайбу, отобрал молодец. Венчаров начинает атаку своей команды, забрасывает ее в направлении целого борта. Это Мони, словно, Каменец прощит, выстреливает, атакует Баева. Но тот разбирается в ситуации, делает точную передачу на партнера Людучин. Удаление будет у армейцев. Князев бросал, но Барулин надежно ближний угол прикрыл. Георгий Гурядов удален для удар соперника Клюшки. Ну что же, второе удаление теперь и у армейцев. По два раза подряд удалялись те и другие в этом матче. Но вот повтор броска Князева, угол острова, да и некогда было лучшему спартаковскому снайперу деваться. Особенно в данной ситуации. Георгий Гурьянов первый штраф в этом сезоне. Ну и вновь Цыбок с Ружечкой и Родивоевичем. Лямин и Баранка, вновь без общей. Мы часто говорим, что ведь розыгрыш наигрывается в пятерках. И в этом сочетании Баранка как раз и играет все время вот с Лямин. Но вот при этом как раз сетовал на отсутствие Словаков Милышев Живы, говоря о том, что вот не было возможности полноценно наигрывать большинство. Его во время вот этой паузы. Цыбок. Очень активно его там Корнеев у порта атакует. Корнеев, Пашнин, Хартиган и Паршин защищаются у ЦСКА. Но вот наконец подключили защитника больше от безысходности спартаковцы. Лямину надо бы попадать в створ ворот. До того, как его выводят с таким трудом на бросок. Родивоевич, Баранка. Подставлена клюшка, шайбу взмывает. Надо льдом падает за спиной Константина Барулина и катится в направлении ворот. Но на счастье армейцев прокатывается мимо. Вот это уже похоже на такой серьезный штурм, на такую серьезную осаду. Ружечка за воротами. Цыбок на пятачке. Родивоевич вновь на синюю линию под бросок Баранки. Тот решает атаковать с кистей и успевает Паршин скорректировать направление полета шайбы. Долго ружечка. Родивоевич. И вот Баранка. Последний момент. Такую тонкую передачу отдает. И какой момент? А где шайба? Шайба за спиной Константина Барулина, но не в воротах. Да, очень интересный момент. И Корнеев в последний момент увидел, что шайба лежит неприкрытой, что может быть добивание. И Цыбок просто в шоке, наверное, от того, как он не забил. Но передачу какую-то ружечку сделал. Никто не ожидал, что уже пас пойдет. Вот видим, сейчас осталась шайба. Тут можно сказать, повезло, конечно, армейцам дважды. Да, но вот здесь действительно Цыбок с партнерами настоящую карусель закружили у ворот Константина Барулина. И должны были спартаковцы забивать. Но удача от них отвернулась. Да и Барулин не паниковал и сумел сберечь свои ворота, сохранить их в неприкосновенности 7 секунд до выхода пятого полевого игрока у ЦСКА. Вот вы говорили, что, возможно, все пять сталка поедет на Олимпиаду. Безусловно, там максимум два из них будет. Но ведь не надо забывать, что Словакии на первом этапе Олимпийских игр будут в нашей группе. И вот я специально посмотрел состав, какой может быть у Словакии. Это очень сильная команда, у них обычная проблема вратаря. Сейчас у них классно вратарь играет за Материал Галак. И поэтому это совсем не будет проходной матч для российской команды. И тем более вспомним Олимпиаду в Турине, когда мы в первом же туре так же Словаком проиграем 5-4. Ну, проходных матчей на Олимпийских играх вообще быть не может. Как-то так все живут предвкушением финала России и Канады. Но при этом надо понимать, что и остальные сборные, которые отправляются в Ванкувер, не собираются быть чужими на этом празднике жизни. И доказывать все нужно будет в каждой игре на протяжении отведенного времени. Ни об этой жизни не будет в Ванкувере ни у кого, ни у россиян, ни у канадцев. Тем более давайте вспомним, что в Турине-то мы встретились с канадцами уже в четверг финале. Поэтому всего лишь одна неудача какая-то или канадцев или наши предварительные этапы может свести. И все случится значительно раньше. И кто-то будет абсолютно безбегален. Армейцы играют в полном составе. Продолжают красно-белые гультаться, придумать что-то у чужих ворот. Людучин теряет равновесие. И так продолжает бороться, даже будучи поверженным. Но до шайбы ему добраться не удается. Здесь не будет проброса. Но у Касани шайбы в средней зоне. Пашнин и Корнеев успевают у армейцев смениться. Появится на льду. Вернее, Пашнин! Какой рейд к воротам! Суглобов! А вот здесь, наверное, мог и Александр глазами партнеров поискать. Очень острый угол был у него. Тем более, что и Кочник уже ждал этой атаки. А как ты давно не играл? Такая позиция. И так хочется бросить. Вот и бросил. Выход 3 в 2. Людучин. Перевод в центр. Не получается бросок у Князева. Но в какой момент был сейчас? Баранка! Барулин очень далеко выкатывается из ворот. Максимально сокращая угол обстрела. И отводит угрозу Паршин. Завозился здесь на выходе из зоны. Но благополучно все для него завершилось. Я думаю, абсолютно право Корнеев. Не надо сейчас ничего предпринимать. Пускай будет перерыв. Ну что же, закончен период. Матч континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и Спартаком. Егор Михайлов, герой первой 20-ти минутки. Автор пока единственной заброшенной шайбы в этой встрече. Мне кажется, сейчас для интервью подойдет человек, который играет сегодня в 800-й матч. Это Альберт Лещев. И вот мы видим, что Наталья Кларк уже готовится взять это интервью. Ну что, можно сказать, первый период, в принципе, прошел в равной борьбе. ЦСКА использовал ту ошибочку небольшую, которая была в обороне Спартака. И вот сейчас уже интервью. Наталья, вам слово. Роман, так и хочет сказать, Альберт Лещев. Альберт, вы так хорошо выглядите, а уже вот 800 матчей какому дается. Тогда все-таки природа матушка меня одарила. Я просто сижу за собой, как бы, и все-таки возраст. Чтобы, как бы, играть на каком уровне, но все равно слили за собой на самим физическим состоянием. Вот такая церемония торжественная. Это придает какой-то особой торжественности вам сегодня по ощущениям во время игры? Я даже что-то не знал, забыл. Сейчас сказали, очень приятно при всех зрителях, при болельщиках, сельсковских. Конечно, очень приятно. Можно ждать тысячного? Ну, почему нет? Хотелось бы. Альберт, сегодня не хватает вам вот в звене Филатова, Никита? Как это сказывается на вашем взаимодействии? Ну, все знают, что по причинам всякой меры он уехал в Канаду. Да, может быть, каких-то взаимодействий не хватает. Там все равно ничего страшного. Играем в другом сочетании. Будем находить там свои связки. Андрей Питанов, кстати, в интервью одной из газет, тоже дал такой прогноз, что «Спартак» одержит уверенную победу со счетом 4-1. По его мнению, но вот пока армейцы впереди со счетом 1-0. И первые звенья команды на площадке «Хартиган» с углобовым и паршином у армейцев. У «Спартака» Цыбок с Ружечкой и Родируевичем. Был у «Спартаковских словаков» шанс отличиться в первом периоде, в момент, когда команда имела численное преимущество. Но «Ворулина» и «Ворота Спас» сейчас очень красиво разыгрывали шайбу. В чужой зоне хоккеисты «Спартака». Но так они очень красиво, но немножко медленно. Атаку 4-2 надо некрасиво, эффективно завершать. Как так можно там? Тем более практически их догнать никто не мог. Должно быть как минимум броском мощным. Закончили и люди были свободны на добивание. Ну а закончилось все тем, что шайбы даже для «Спартака» Ворулина не долетело. Успели армейцы на крыльях своих оппонентов. Купер с Ливандовским и Кузьминым на площадке «Спартака» появляются игроки второго армейского звена «Союзов» с Негулиным и Егором Михайловым. Вот такое осторожное начало игрового отрезка. Стараются не зарываться ни те, ни другие. Понимают, что очень великатся на ошибки. Напомню, что всего лишь 4 очка в турнирной таблице разделяют сегодняшних соперников. И выигрывают «Спартаковцы» такой серьезный отрыв. Они уйдут, ну а выиграют армейцы. И борьба вот за пятую строчку, условно, на западе. В общем, с той смешной силой. Но она, впрочем, и не утихает. Аплант, мы видим сегодня в Омске, в основное время обгоняет «Спартак» уже на 1 очко. Ну и при этом команды по количеству игр только сейчас сравняли. Но «Спартаковцев» вновь будет на 1 больше после окончания вот этих встреч. Ну тем более мы говорили, что очень прибавили команды «Динамо Мисс», «Динамо Рига», «Северстали». И они уже поджимают команду. Ну, там, шестое, седьмое место. И не так просто будет даже плей-офф попасть. Ну, Рижан сейчас 46 очков. Они занимают восьмое место на западе. У идущего девятым «Торпеда» 43. Но при этом «Торпедовцы» провели на две игры меньше. Рижан. Так что рано все-таки выписывать путевки в плей-офф тем командам, которые на данный момент занимают места с пятого и ниже. Пытаются «Спартаковцы» передвинуть игру к чужим воротам. Я думаю, что вот в таком ключе и будет проходить эта встреча, пока «Спартак» либо не сравняет счет. Даже если «ЦСКА» еще забьет, вот так же будет продолжаться. Все-таки более еще внимания будет уделять «ЦСКА» оборону. Выбрасывали в средней зоне «Каблуков» с партнерами на льду у «Спартака». Столкнули здесь очень удачно. Людучин и Каблуков на входе в зону, и в итоге «Спартаковцы» вложение вне игры. Заехали. Тройка Короткого на площадке у армейцев. Очень много борьбы, а в этой встрече было бы странно, если бы не было ее. Принципиальные отношения между сегодняшними соперниками в чемпионате России. 21 матч они сыграли, сегодня 22-я встреча. Всего лишь одна ничья была зафиксирована. 13 побед у «ЦСКА», 7 у «Спартака». Тем более больше ничьих не будет. Да, это ничья. Останется единственной, да. Ему уже вошла в историю. А сейчас как раз вот диктор на стадионе объявил о том, что на матче присутствует сборная команды России 1994 года рождения. Они впервые собрались на сбор. И вот сейчас у них поездка в Чехию. И потом первый турнир «Четырех» будет также в Чехии. Пожелаем этой команде, можно сказать, в прямом смысле творческих успехов. И ее главному тренеру Андрею Паршин. Паршин не сумел оторваться от Родивоевича, но здесь к Хартигану шайба приходит. И вот он-то как раз Родивоевич и вынуждает правила нарушить. Великолепное владение коньку. Хартиган сейчас продемонстрировал. Заложил вираж на носовом платке. Буквально. Ну, хочется посмотреть по авто, потому что Родивоевич страшно недоволен. Ну, он не скользал. Ну, он скользал, но тут и удар плюшкой был. Вот сейчас отход увидим. Так что, ну, сто процентов удаление. Не знаю, что там Родивоевича недоволен. Удаление сто процентов. Хартиган не из тех людей, которые будут падать и выпрашивать удаление. Третий раз в этом матче хоккеисты ЦСКА получают численное преимущество. Хартиган в чистую вбрасывание у Цубака выигрывал, но его действия не понравились Лайцкану. И выгоняет он Хартиган из точки Зуглобов. Там сейчас своего центрального нападающего подменит. Ну, одну секунду отчитал, спиномер сейчас его вернут назад. Это не проблема. Хартигана Ружичка атакует. Добирается в конечном итоге Штефан до шайбы. И выбрасывает его с контакт из своей зоны. Ружичка Цубак, Омшут и Покровский держат у гостей оборону. Ну, и первая пятерка. ЦСКА на льду Корнеев. И здесь Пышнина Куляш меняет, заряжает Денис Куляш. Не видел направления полета шайбы Кучнев, но как удачно занял позицию. И, в принципе, ничего его там не угрожало. Но, дружечка, сейчас подкатывается ближе. Проходит этот вражный бежа. Сейчас посмотрел и... Сидит Спартаковский галки, проиграя не останавливается. Момент продолжается, и вот только сейчас... Нет, ну это просто ужас, когда вот такой бросок попадает даже в защищенного практически вратаря. Такой бросок у меня поублича. Сходу прям идеально получился, вложился так. Просто пробило, можно сказать, защитную форму. Кстати, вот такое не замечание, а просто вот наблюдение. Вот мы много сейчас говорим о том, кто поедет третьим ударем на Олимпиаду. Варламов или Еременко. И вот интересно, вот Еременко сыграл сейчас всего лишь одну игру на Кубке Первого канала. И перед этим были очень две, как бы, встречи за лидерство у Уфы с Магитогорском. И вот сегодня Соска. И в обе игры играл Колесник. Вот это почему? Ну, они по очереди играют, но нельзя составить график так, чтобы один из кандидатов в Олимпийскую сборную все-таки игрой играл? Может быть, является кандидатом. Мы же обсуждаем, что Еременко очень вероятный претендент на поезд. Но в другом случае ждать осталось недолго. 25 декабря уже будет обнародован список этих хоккеистов, вывешен на сайте Федерации Хоккея России. И вот тогда можно будет уже задавать более предметные вопросы и дискутировать, имея на руках какие-то вводные данные. Тем временем подходит к концу штрафное время Родиевоевича. Через 10 секунд он появится на льду. Дмитрий Кочнев вроде бы пришел в себя. По крайней мере, видно, что не беспокоит его рука. Не пытается ее как-то размять. Прошел болевой шок. В полном составе играет Спартак. Плещев теряет равновесие в борьбе с Костюченком. Но очень живенько так, словно Ванька Встанька поднимается Альберт на ноги. Тем не менее, шайбу у него отбирают. Каблуков входит в зону, выманивает на себя защитника и оставляет шайбу партнеру. Здесь Кузьмин не самый хитрый бросок. По чужим воротам произвел. Успокойно с ним Барулин справился. Не позволяет шайбе покинуть зону Кузьмин. Бросок Князева с лопаты. Мимо правого отборули на угла ворот шайба летит. Случается спартаковская атака. Кузьмин потерял не только плюшку, но и шлем. А значит, не может он продолжать борьбу. Сменился Кузьмин. Вот здесь армейцы завладели шайбой в своей зоне. Но выйти не могут, но очень активно спартак играет. Очень активно. И мы видим, что они с каждой минуты прибавляют в движении, в агрессии. Ну и понятно, что ЦСКА игра работает сейчас от результата. Они ведут 1-0 и пытаются не допустить провал. Коня здесь устремился один на двух соперников. В конце концов, Лябин у него шайбу отобрал. Людучий по ближнему борту входит в зону. Перевод в центр. Здесь вверх влетела шайба. И Ружичке, конечно, очень непросто было по ней прыгающей попасть с ходу. Но вот опять, смотрите, прессинг дает плоды. Рыбаков не позволяет армейцам выйти из зоны. Там недовольно свистят болельщики. Считают они, что были нарушены правила. Болельщики обеи команды. Да, и у тех, и у других поводов для недовольства появляются. Ну и вновь все, что удается армейцам, это просто выбросить шайбу из своей зоны. И о каких-то контратаках подопечные Немчинова и не помышляют. Баранка. Один на троих и сохраняет шайбу у себя. И вот Баранка еще такую довольно острую передачу на пятачок делает. Родневович даже не ждал, что она пройдет. Бросок поворотом Сутолока перед воротами Барулина. И вот где шайба. Шайба у армейского голкипера. Да, все-таки когда четвертое звено ЦСКА выходит, такое значительное преимущество Спартака. Ну мы видим, что футбол у нас закончился. И все болельщики, которые хотели прийти, и как именно фанаты сегодня на трибуна. Довольно их много, их очень много. И вот их сектора как раз забиты битком. 8 минут 2 секунды сыграно во втором периоде матча между ЦСКА и Спартаком. 1-0. Хозяева впереди, но во втором периоде подопечные Милоша Ржиги так плотно завладели территорией, инициативой перед этим коммерческим тайм-аутом. Минуту в чужой зоне провели, не выпускали соперника. Опять удалось создать такой довольно опасный момент, который все-таки сумели армейцы разрулить и обезвредить. Купер нарезает круги в чужой зоне. Атаковали его вдвоем Хартигана Суглобов, но так шайбу отобрать и не сумели. Но с другой стороны, да, конечно, нагружают Спартаковцы оборону соперника, но с другой стороны, конечно, и сами они устают. Вот очень энергозатратная вот эта игра. Кузьмин набрасывает шайбу на пятак. Перед голкипером Ливандовский находился там, пытался увернуться от этой шайбы, но попала на точнёхников щиток. Инстантин Барулину Суглобов один на троих пошёл, шайбу потерял. Купер зацепился за синюю линию, позволив там партнёру выскочить из зоны. Не зафиксировали в суде положение вне игры. Насколько вот прибавляет Спартак по ходу сезона именно вот мощи. Всё время говорили, какие-то проблемы там с составом, глубины нет. А вот сейчас они по всем позициям почти подтянулись, и там в состав не просто попасть, и борьба, и конкуренция за место. И сейчас команда практически без самых мест, это причём всё время, как вы говорили, что ну не так много, не такой большой бюджет, чтобы там покупать игроков. А постепенно Спартак подходит к плей-офф такой очень боевитой и мощной команды. Ну и менеджмент Спартака работает, лишь всяких похвал по ходу сезона. Вот два приобретения, так как большого счёта были сделаны. Костючёнок и Кузьмин оба пришлись ко двору. Костючёнок сразу стал основным защитником спартакской команды, действует очень надёжно, но о Кузьмине и вовсе будут. Впоследствии слагать легенды. На свой первый матч в составе Спартака выехал он из Нижнекамска за рулём собственного автомобиля. Приехал за два часа до начала матча в Сокольник и вышел на лёд через два часа. Ничего не показал, но зато в следующей игре уже ответил всю дубль. И было пять набранных очков в четырёх проведённых матчах за Спартак. Мусатов в стиле американского футболиста влетал в зону армейцев. Тачдаун здесь порядка зафиксировали, потому как шайбы он не владел. И вот мы и только что говорили по поводу комплектации Спартака. И вот мы видим, что у ЦСКА вот с потерей Кулемина, Филатова счастливого. Осипов не играет. И вот мы видим, что вот мощи в атаке явно не хватает. Но сейчас будет у армейцев две минуты на игру в большинстве. Константин Барулин очень удачно подставился от нападающего соперника. И подарил своей команде возможность перевести дух и поиграть немного в большинстве. Но даже здесь и особо подставляться оборудованию не пришлось. Задел его кто-то из Спартаковцев. Это Александр Бутурлин отправился на скамейку штрафников. Очень важная передышка для обороны ЦСКА. И плюс есть шанс удвоить счет. Ну и Спартаковцам нужно как-то решать проблему Кулеша, который уже травмировал Дмитрия Кочнева. И какой-то такой гол это Денис Паршин. И он увидел вовремя, вышел, конечно, на ударную позицию. Но непонятно, почему Кочнев упал. Вот сейчас посмотрим повнимательнее. А там, похоже, была ситуация, как с первым голом был бросок, на него реагировал. Кочнев, шайба отскочила к Паршину и, по-моему, он отправил его ворота. Не ворота, так сказать, оказался. Да, совсем немного времени. 14 секунд. Поскользнулся. 14 секунд потребовалось армейцам, чтобы использовать численное преимущество. Вот видите здесь. А, если бросок здесь, рикошет был. Делал Паршин передачу, а там и почня потерял равновесие. Ну что же, армейцы верны себе. В каждом матче против Спартака раз дореализуют они численное преимущество. 2-0 преимущество очень серьезное. Вот Паршин забросил броском последние дни. С ним Немчинов столько занимался в этом компоненте, когда так просто посмотрел. Говорит, а Денис, почему ты не бросаешь так вот много и ищешь позицию совсем там ударную или убойную и передачи делаешь? Ну не знаю. Посмотрел, говорит, ну-ка давай поработаем над бросочком, чтобы у тебя уверенность была получена. Правда сейчас, конечно, Кочник ничего тут не мог поделать, но между тем еще один. 14-я шайба Дениса Пал завел в этом чемпионате. 2-0, ЦСКА впереди. Ну и вот смотрите, атаковали, атаковали спартаковцы. Ничего не выжили из-за вот этого своего гигантского преимущества. Опять вот мы говорим, мелочи нет. Ну, случайно, возможно, Батурлин задел Барулин. Между тем удаление. Две минуты, гол 2-0. А 2-0 уже отыгрывать намного сложнее. Левандовский не стал сближаться к соперникам, но тем более шайбу тоже без скорости получал. Скорее всего, накрыли бы его там защитники. Был вынужден Эдуард бросать. В створ попасть не удалось. Рыбаков с острого угла. Опять же Барулин ближний прикрыл. А в дальней не с руки было. Ой, как красиво Лещов сыграл. Хорошо там Худмин постраковал. А так, если бы он убежал, это очень эффектный был элемент. И, можно сказать, мы говорим, почему Лещов вот так здорово контролирует шайбу, потому что катается на кайках очень сильным. Передача Димитракаса не находит Аншакова, который там потерял равновесие в борьбе с соперником. Но вот и теперь армейцы начинают соперника прессинговать в чужой зоне. Эта заброшенная шайба явно спартаковцев потрясла. А потом ЧСХ сейчас упростит игру еще. И думаю, что он наверняка. Немчинов сказал, что переносите шайбу в зону соперника. И старайтесь ее там держать. Не обязательно вылезать на ворота. Главное, чтобы контроль был у нас. Ну и вот вновь берут шайбу под свой контроль армейцы. Правда, вот здесь ошибается Гончаров. Метра на три в сторону от Мони передача последовала. И в итоге получился проброс. 13 минут 8 секунд сыграно во втором периоде матча между ЦСКА и Спартаком. 2-0. Армейцы впереди. Денис Паршин отличился в большинстве. Две шайбы у ЦСКА Спартаку по ходу этого сезона отыграть удалось в первом матче. Но тогда 2-0 было после первого периода. И очень быстро в начале второй 20-минутки красно-белые две шайбы забросили. Но в итоге ЦСКА в том матче все-таки удержал. Одержал победу за гиб еще дважды. Сейчас показали на скамейке запасных Михаила Пашнина. Настоящее открытие, в общем-то, этого сезона. Первый номер драфта. Первого драфта кандидарь хоккейной лиги. И действительно оправдывает те надежды, которые ЦСКА на него возлагают. Еще раз напомню, что воспитанник челябинского хоккея, причем хоккейной школы мяча. Откуда, кстати, и Данис Дарик? Но вот эта пауза должна все-таки как-то спартаковцев привести в чувство. После пропущенной шайбы абсолютно расклеилась игра у красно-белых. Ни о каких таких организованных атаках они и не помышляли. Но вот сейчас вновь нужно им брать инициативу в свои руки и стараться изменить свою жизнь к лучшему. Спартаковцы в этом сезоне в сухую не проигрывали никому. У армейцев две сухие победы были. Причем обе были одержаны в гостях с одинаковым счетом 3-0. Но так барсом и дух Митогорский металлург. Несмотря на то, что такой упорнейший матч и, в общем-то, как надо удерживать счет, и все равно гимчинам дают возможность сыграть очень молодому парню Алексею Марченко. 18 лет этому парню тоже лицо, можно сказать, в молодежной хоккейной лиге. Один из самых талантливых наших защитников. Думаю, что у этого парня большое будущее. Баранка очень долго во время этого своего рейда упражнялся с шайбой. Стался подработать коньком, какие-то финты закладывал. И в итоге Цыбок был вынужден его страховать и едва не продавил его Суглубов. В этой контратаке Родиоевич. Двоем Союзков и Суглубов его там атакуют. Но все-таки Родиоевич сохраняет шайбу. Родиоевич под контролем Баранка. Уже таким четвертым нападающим Баранкова будет в смене действовать. Вновь он оказался там, у чужого лица у борта. Понятно, что нужно здесь поддерживать атаку своей команды, но при этом судьи необходимо помнить о том, что очень опасно. Топичные Емчинова могут играть на контратаку. Ну и все время, когда выходит Словацкое звено, вот что-то давление на ворот ЦСКА очень большое. Вот видите, даже уже отбрасываются вынуждены какие-то ЦСКА, иначе просто чреватые пропушенные шайбы. С другой стороны, они успели передоходить. Смену сейчас открывают дело частично. Да, Никулин с Михайловым появились на льду. Высоединились они со своим центральным нападающим сегодняшним Союзтовым. Спартаковцев Упер с партнерами. Вот от Розина ушел. Михайлов продолжает Упера сопровождать. Передача немножко нелогичная, но выскакивает шайба на пятачок. И Левандовский. И сейчас еще подставлял клюшку под прострел Дмитрия Упера. Немного здесь совсем не повезло 11-му номеру Спартака. Оказалось бы, проблема перед началом сезона ЦСКА по центральным нападающим. Но вот сейчас в одном звене играют и Союзтов, и Никулин. В два центра. Рыбаков перехватил шайбу, бросал верхом. Вот выдал он там серию матчей, когда очень часто забивал бросками в верхний угол. Но сейчас в ворот Рыбаков не попал. Но перехватил здорово. На лету поймал шайбу. На синей линии чужой. Продвинулся. И момент имел неплохой. Людучин. Скажи, Людучин этот сезон тоже очень здорово проводит. И нестандартная игра абсолютно. Смотрит за ним и видит, что совсем по-другому он играет, как многие играют. Очень хитрый, очень хитрый. Постюченок. Диагональный перевод и затрясно. К сожалению, для спартаковцев получается. И в итоге проброс фиксирует арбитра. Вбрасывание у ворот Дмитрия Кочнева. Я посмотрел на Аржигову. Недоволен, безусловно, этой передачей. Вместо того, чтобы давление продолжать армейцев. Такой проброс. И пауза. И вся защита ЦСКА отдохнет. И напротив, какое-то время придется еще спартаковцам потратить, когда они завладеют шайбом. А то, чтобы сменить свою тройку нападения, которую уже очень серьезный отрезок на льду провела. Мы видим, все равно четвертое звено продолжает играть. Игорь Чаров. Как бы все последние игры как молодой играл. А сейчас он дядька наставник для абсолютно молодого Алексея Марча. Гурьянов здесь пришел на помощь партнеру. Ух ты, Мусатов. Ну это вы же говорили, что он прыгивает. Жесткий, но не знаю. Это действительно с разгону пытался удалить. Вот о чем и говорит Генчаров. Как и говорит, меня за это всегда удаляете. Да, Генчаров тоже такой очень жесткий защитник, способный ударить больно. И так в прошлом году частенько ему как раз штрафы выписывали за то, что чересчур энергичен он был в своих силовых единоборствах. А это мы об этом часто говорим, что вот одно, второе, третье удаление. Тренер говорит, хорош жестко играть и все. И уже не жесткий защитник. А тем более вот сейчас принято международной федерации еще дополнительное как бы жесточение правил по ударам в голову. Так сейчас вообще все аккуратно будут играть. Сразу очень большие штрафы будут за удар в голову накладываться на полежный боку. Вот Хартиган с партнерами теперь оказывается против четвертого Спартаковского звена. Каблукова Хартиган к шайбе не пускает. Очень здорово прикрывает ее корпусом. Но вот здесь под Лябина попадает центральный нападающий армейцев. И в итоге шайба потеряна. Вот Хартиган очень здорово поборолся. Мы видим, да, вот врач что-то делает. Мы видим, попали в ногу Паршина. И вот пока пользуются услугами врача. Вот Орли выживают его за ворота. Не опасный бросок с ученицами. Ну, о чем мы говорим, нельзя с этих позиций бросать мимо ворот. Вынуть шайбу из зоны. Лучше тише брось, но чтобы осталось у вратаря там, чтобы на добивании можно было сыграть и не дать делать соперник контратак. Дружечка закрывает зону, бросок к воротам. Вы знаете, уверенно, надежно и, главное, очень спокойно. Сегодня действует Константин Борулин абсолютно уверен в своих силах. Уверенность передается его партнер. Что сейчас скажут болельщики ЦСКА? Роман, не надо говорить про Борулина. Окей. Открылся счет в матче Акбар с трактор. Сделали это гости. 1-0 трактор впереди. Отличился Мартин Гринье. Сам. Ну и в матче двух Динамо, который проходит в Минске, Хозяева также отличились. 1-0 там. Автомобилис сравнял счет в игре с Нефтехимиком. 2-2 было. Ну и... Остальной информацией поделимся чуть-чуть тоже, если она будет Димитракас. Мощнейший бросок. Одна проблема в створ. Николас не попал. Хотя позиция была неплохая. И Обшут уже успевал, вернее опаздывал. Помешать своему оппоненту. А вот в Ярославле пока голову болельщики не увидели. Там вот Мотив принимает торпеда. У нас последняя минута второго периода. Вот появился Паршин. Заморозили его ногу. И вот сейчас ЦСКА, видимо, старается очень аккуратно наиграть этот период. Все-таки комфортный счет 2-0. Притормозил Паршин перед синей линией. Начал вертеть головой в поисках партнеров. Но он затем продолжил двигаться. И вот эта вот пауза, взятая перед границей зоны, ввела партнеров в заблуждение. Закатились они за синюю линию. Вот они в игре получили. Ну и пожалели сейчас. Судьи, конечно, могли бы дисциплинарный штраф ему дать за то, что он после ЦСКА бросился. Купер. Союзного к шайбе не пускает. Ну что, успеет Смарнаков заорганизовать атаку. Истучен он. Бросок из-за красной линии. Строго в бару лида. Константин шайбу отбил. 15 секунд до окончания второго периода. Купер. Нет. Уже фиксирует арбитр положение вне игры. Да, буквально там полметра вне игры. И мог впервые выйти один на один. Но опять же такая была опасная для собственной пород передачи. Сознайка с тюченкой, что перехват и ЦСКА убегал бы тоже. Практически все двигались в атаку. И тоже провал был бы в обороне. В принципе, такие передачи нежелательно делать. В итоге, под конец второго периода, разляли Константин Оборудина бросками из средней зоны хоккеиста Спартака. Закончена вторая 20-минутка. Денис Паршин отличился в ней. И таким образом 2-0. ЦСКА выигрывает у Спартака после 40 минут игры. Телеканал «Спорт» продолжает свой рассказ о матче Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и Спартаком. 2-0. Армейцы впереди после двух периодов. Тройка «Хартигана» начинает эту встречу у хозяев. Спартаковцы первым на лед отправляют звено в следующем составе. Упер Ливандовский и Бранко Родивоевич. Вот такую тройку десантирует на лед Милу Шарджига. Пошел он на перемену в составе своих звеньев. Впрочем, это знакомая картина. В ряде матчей этого чемпионата наблюдали. Нечто похожее не исключено, что на игру в три звена Милу Шарджига уже перешел. А вот, кстати, одно из важных частей тренерского искусства – это умение по ходу матча варьировать состав. И вот использовать имеющиеся в наличии силы. Милу Шарджига в этом сезоне огромная практика была. Достаточно свой матч с Новосибирской Сибирью, когда сначала в конце первого периода потеряли Цибака из-за драки. Затем повреждения получил еще кто-то из нападающих Спартака. И вот там Роджига из восьми игроков кроил три атакующих сочетания. И в конце концов доехали. Там Спартаковцы до победы в очень непростом матче. Третий период в этом сезоне очень удачно красно-белые проводят среди лидеров. Они в таблице третих периодов, но сейчас Егор Михайлов мог снять большинство вопросов о победителе в этом матче. Но выход один на один использовать он не сумел. Цибак с острого угла, Барулин ситуацию контролировал. Кстати, все, что вы сказали по поводу Роджиги, что он постоянно варьирует составом, то же самое можно сказать и при Нечиме. У него уже фирменный знак, что в концовке матча он проводит три звена. Я не успел до этого дойти, Сергей Наильчич. Извините, Роман. Не могу не отдать должное Сергею Львовичу Немчинову, который, да, тоже очень часто идет на состав по ходу матчей. Цибак здесь повздорил с Денисом Кулешом. Линейные арбитры очень вовремя оказались рядышком. Развели Дручунов по углам. Скрываются они на скамейках запасных. Но могут продолжить. Да нет, просто куляш ему надо повнимательнее играть, потому что при всех его габаритах, при таком мощнейшем телосложении, 105 килограммах веса, он пропускает много ударов. И сейчас он просто расслабился, я думаю, что не надо расслабляться. Ну и Цибак прошел, можно сказать, боевое крещение, побившись с райцем из Сибирска. Теперь ему куляш не страшен. Вот момент, который был у Егора Михайлова. Ну, в общем, грамотно все делал Егора, но видел, что сел. А шайба там на ребро встала, и бросок не получился как следует. Верхний угол пытался поразить Егора Михайлов, но не преуспел. 2-14. Сыграно. Вот это одно. Единственное спартаковское звено без изменений. Это тройка Рыбакова. С Князевым и Людушиным. Он на площадке. Куру Словакова. Сыграно. Куру Ружички. Добавите Кузьмин. Он, похоже, полным составом Куглуков. С партнерами на лавочку присядут. Впрочем, Бутурлин, Куглуков и Мусатов появляются на льду. Значит, пока такие косметические перемены в звеньях красно-белых. В армейцев коротков с партнерами появляются. Значит, продолжают играть. И продолжают. И вот ты посмотрел за маршинкой сейчас как раз просто. И вот так спокойно сыграл этот молодой парень. Просто порадовал. Вот именно весь отрезок за ним смотрел. Ни разу не засуетился. И все зрячее сделано. Хорошо, что молодые такие пацаны растут. Но самое страшное, наверное, в чемпионате для ЦСКА позади. Вот эта изматывающая 12-матчевая серия через день завершена. Будет еще один непростой отрезок в январе, насколько я помню, в календаре. В красно-синих. Но и у ЦСКА, и у Спартака, кстати, есть очень серьезный резерв. Вы знаете, в каком плане? Армейцы сегодня проводят всего лишь 15-й матч дома. И спартаковцы 20-й гостевой. То есть в оставшихся матчах большую часть их, и те, и другие, проведут на своем. А, тем более, в дальних поездках практически у ЦСКА в общении. Они уже за Урал все, что можно съездить. Ну, Спартак, ну, не Тогорский, насколько я помню, уже побывал. По маршруту Новокузнецк-Полосибирск-Амур. Вот как раз перед перерывом проехался. Причем очень удачно. Во всех трех матчах спартаковцы набирали очки. Правда, вот в завершении серии получилось смазанным проиграли Амур и Кугулитом красно-белые. Я не имею. Ну, в принципе, им еще остался тоже очень неприятный выезд Уфа-Омск-Костана. ЦСКА там уже был. Но провел он неудачно. Союзов с Никулиным и Михайловым против звена Кубера. Наброс на пятачок. Вот Аброзин очень внимательно действовал против Родивоевича. Клюшку облокировал сопернику и не позволил Родивоевичу шайбу подправить Никулин. И пропускает его Баранка по дальнему борту. Захлопывает калитку перед армейским нападающим. И Ливандовский самостоятельно тащит шайбу. Родин его встречает, но словно в движущийся поезд. Родин врезался. Куляш выбросил шайбу за пределы поля. И поехал сразу на две минуты. Нескоря с арбитрами, Спартак получает численное преимущество. Нефтехимик победил. Кого победил нефтехимик? Автомобилист со счетом 5-2. И таким образом приближается к Омскому авангарду. Ну я думаю, там будет очень серьезная борьба. Все-таки вот это за третье место. За третье, четвертое между Омском, Нижнекамском. И, пожалуй, скорее Акварцем. Но все-таки Акварцем уже тут достаточно далеко отстал. Авангард сегодня проиграл у себя на льду Атланту. На очко он опережает нефтехимик. 60 очков против 59. Паршин. Не удается ему убежать. Что там, спецбригада большинства. Паршин. Не закончен эпизод. И какой момент. Паршин в одиночку накрутил там всю спартаковскую оборону и выводил. Хартигана на бросок. Тот не попал. И вот сейчас улыбками там обмениваются партнеры по команде. Давайте посмотрим момент. Мог ли Хартиган вернуть сейчас Паршина. Четырех нападающих выпустил на лед Милош Ржига. Хартиган мастеровитый. И мог бы еще... Перекладину шайба попала. Зрячих все делал Хартига. Но не повезло сейчас армейцам. Авбаев Костюченок. Ну что, отказался. Тактики использованы четырех нападающих. Моня очень не кстати фалит на чужой синей линии. И одну минуту. 21 секунду. Что сейчас спрашивает Моня у арбитра? Что? Зачем? Ну что, ключевой момент в этой встрече. Скорее всего, ключевой. Я соглашусь с вами, да. Ливандовский, Купер, Родилович, Баранко и, наконец-то, Обшут в большинстве. Едва ли не впервые в сегодняшнем матче. Выигрывают спартаковцы вбрасывание. Обшут. Здесь неудобно ему было бросать. Но и торопиться спартаковцам некуда. Им нужно забросить одну шайбу. Сейчас. И вот эта шайба. Бросок Обшута. И, похоже, там Дмитрий Уфпер подставляет клюшку на пяточке. Мне кажется, все-таки прямым броском очень сильный бросок. И Барулин не успел поменять. Давайте посмотрим повтор. Там очень активно жестикулировал линейный арбитр. Как раз указывая на ассистентов всей этой комбинации. Но пока ограничимся тем, что Обшута и ждем повтор. Родилович. Бросок Обшута. Да, похоже, пробил Константина Барулина прямым броском. Ну, клюшки-то помешали, конечно. Ну, да. Он перерзакрывал, на видимость, сопернику. Вот два удаления. Мы говорили, мелочей не бывает. Совсем непонятно для чего. Куляш выбросил шайбу за пределы поля. Никто его не атаковал. Ну, несчастье. И, опять же, абсолютно невынужденное удаление Молина. Еще, кстати, Спартак играть будет. Полторы минуты в большинстве. Ярослав Обшут отличился шестой раз в этом сезоне. Это его четвертая шайба в большинстве. Ну, и вот, смотрите. Его первый выход на реализацию численного преимущества сразу оказался удачным. Бранко Родилович. Главный спартаковский бомбардир. Записал очередной балл в свою копилку. Ружечка Кузьмин и Цибок. Лямин Баранко. Пара защитников. Кузьмин выкатывается на пятак. Но там Барулин очень четко действует клюшкой. Великолепно овладеет этой детарой Константин Барулин. И когда нападающий шайбой оказывается непосредственно в близости, непосредственной близости от голкипера армейцев, велика вероятность того, что Барулин шайбу-то у соперника выбьет. Да, штурмовать. Сейчас Спартак по-настоящему начал вороты ЦСКА. 37 секунд армейцев. Кузьмин Баршин, Хартиган, Мишарин и Рылов защищаются. Армейцев вновь и обшут. Отскакивает шайба от Барулина, но Баршин. Первым успевает к шайбе. Уже от троих соперников уходит Денис. Контролирует он шайбу под своим... Контролирует шайбу. Вернее, держит ее под контролем и срывает заслуженные аплодисменты трибун Денис. Я думаю, что армейцам сейчас не надо тут ничего требовать, потому что ситуации такие были на грани пола. И у них самих еще раз они могли и втроем остаться. В полном составе играют армейцы. Ну что же, главную свою задачу промежуточную красно-белые решили. Они распечатали Константина Барулина. Они воспользовались своим шансом в большинстве. 6.50 сыграно в третьем периоде матча ЦСКА. Спартак 2-1. Хозяева впереди. Спартаковцы сумели одну шайбу отыграть в тот момент, когда имели численное преимущество 5 против троих. Обшут отличился. Закончился матч Ярославля. Локомотив победил Торпеда. За счетом 1-0 овертайм у нас играется. Уже в Казани, да. Уже гулиты даже. Причинись матч Акбарса с трактором. Людучин. И вырвался на позицию для броска и бросил. Но опять щиток Барулина становится на пути шайбы. Князев, Людучин и Рыбаков в центре у Спартака. Союзов с Моней и Михайловым. Людучин с заворотами. Выгружает шайбу на пятачок. Но там между Ним и Князевым два игрока в красной форме было. Не проходила эта передача. Можно было разве что на рикоши туповать. Но не настолько резким это был пас, чтобы отскок от конька защитника мог стать фатальным в данной ситуации. Да, все-таки настоящий лидер ЦСКА Константин Корнеев. Смотришь за его игрой. Действительно, огромное количество игрового времени имеет. Больше 45 минут в среднем. И во всех трудных моментах. И я думаю, что это из тех игроков, из всех игроков защиты, которые играли на кубке Первого канала за нашу сборную. Это самый скоростной защитник. Самый скоростной, условно. И видно по игре, что он успевает везде. К тому же очень ловкий. Думаю, что... И на этом турнире, кстати, о нем почти ничего не говорили. Незаметный, да. В одной из игр он дважды удалился. Вот единственный негатив, который, можно сказать, и вы... Ну, а здесь настырный Мусатов пробился-таки на пятачок. Но испытал острый дефицит пространства. Спартаковские нападающие. Баруля весь не сперекрыл. И там не было практически шансов у 21 номера Спартака вверхом. Шайбу надправить. Ну и Сергей Немчинов берет тайм-аут. На девятой минуте третьего периода. Показали главных арбитеров и Константина Ленина. Один из лучших наших лайсманов все последние годы. И вот сейчас уже обслуживал игры Первого канала и турнир. И я скажу, что... И скажу, что очень неплохо выглядел. И, как обычно, у нас с Немчинов в такие сложные моменты, когда давление уже... Значительно его команда берет 30-секундный перерыв. Это, опять же, его как-то фирменные знаки. Потому что большинство российских тренеров 30-секунд берут только в тех ситуациях, когда нужно отыгрываться в концовке. Или когда уже все пропало. Ну, когда команда без того не всего пропускает четыре шайбы во втором периоде. Вот тогда может быть следует поймать. Акшаков, Димитракос и Лещов. Рылов, Мишарин. Пара защитников ЦСКА. И Куполков с партнерами у Спартаковцев. Был на льду очень неплохой отрезок. Четвертое Спартаковское звено провело. Ну, а теперь смена. Упер с Леводовским и Родивоевичем. Обшут Покровский у Армейцев. Лещов с партнерами остается. Опять же, ЦСКА очень молодая команда. И вот смотрим, как работает на скамейке Немчинов. Смотрите, Борис Смитт практически ничего не говорит. А Ржига, это просто, ну, как баскетбольный тренер, можно сказать. А вот у Немчинов, каждая игра, это учеба для ребят. Постоянно вот подходит, объясняет, рисует. Все вот, чтобы команда перфиксировала. Выиграли Спартаковцы в брасывании, вот только шайба вылетела о швы в зону. Так как как раз и Хартиган так стал на брасывании, и так провел брасывание, чтобы шайба вышла из зоны. Опять же, фактически Спартак выиграл. На самом деле, это тактически грамотно сыграл центральный нападающий ЦСКА. Что Марченко все-таки усадил Сергей Немчинов в запас. Гончаровым, Константин Корнеев выходит. Ну, абсолютно объясним, это замена. В двух парах Константин Корнеев будет заканчивать этот матч, не исключено. Ну, посмотрим. Упер ищет возможность для передачи, но там опять все забаррикадировал. Барулим, щиток положил, клюшкой себя страховал. Даже про идеи до передачи, Шайды, в ворота было не попасть. Общут и Гончаров сходятся в борьбе у борта. Ну, и Гончаров напугал соперника. Ну, он не только напугал, он так и въехал в него еще болезненно. Смену проводят и те, и другие спартаковцы. Начинают атаковать в своей зоне. Покровский ждет, пока сменятся все. Кузьмин с Ружечкой и Цыбаком. Армейцы откатились к своей синей линии. Один выдвинутый Союз-то прессингует соперника, мешая начать атаку. Барулим выкатывается из ворот Цыбак. Едва у него шайбу не украл, хотя с другой стороны рисковал. Спартаковский нападающий и двухминутный удаление заработал. Вот мне интересно, хоть один вратарь, россиянин, который играет в нашей лиге, может здорово играть и спокойно играть на выходе с плюшками? Постоянно нервирует. А вот армейцы перевели игрок к чужим воротам. Буляшков-то в разгар этой атаки покатился на смену. Ну, все-таки у него повреждение присутствует, и не случайно взял Германию. Обследование показало, что операция ему не обязательно прямо сейчас, но он ее будет делать по окончании сезона. Выходит помочь команде, несмотря на повреждение. Рыбаков. Один против пятерых соперников. Рыбаков, его партнеры меняются, прокатывается за воротами. Но вот успел со скамейки Князев выскочить, но опять же был он вне досягаемости партнера. Людучин. И Шарин его преследует. Пас на пятачок. Там Лещов. Грамотно занял позицию. Альберт Лещов ключевую точку пространства занял, и в итоге Шайба пришла к нему. 800 матчей – это опыт. И серьезный опыт. А вот ошибка за воротами, и Лещов прощает свою, вернее, чужую команду. Какой момент был у Альберта Лещова. Что там, заколдовал Дмитрий Кочнев перекладину своих ворот. Лямин подарил Шайбу сопернику. За своими воротами Абшаков сделал передачу. И наверняка, казалось, расстреливал уже пустые ворота Альберт Лещов. Слишком большую поправку сделал на то, что будет так реагировать Кочнев. И видите, слишком высоко, конечно. Просто обязан был забивать. Уже два момента 100% закупили армейцы. Это такой неважный септон. Но вот даже такие сверхопытные хоккеисты не застраховывали от ошибок. Вновь спартаковцы атакуют. Стараются атаковать из любых положений. Работать на подправлении, на добивании. Каблуков с Мусатовым и Бутурлиным. Здесь Хартиган. Однокровно Мусатова обокрал. Но тут же Бутурлин применил против него силовой прием. Суглобов находит хорошие передачи. И Паршина. Того так недружелюбно Обшут выбрасывает из своей зоны. И в итоге вынужден Барулин уже останавливать игру у своих ворот. Опять же, не совсем уверенно сыграл перед этим за воротами. И тут достаточно времени было, чтобы вывести из зоны, пас отдать. Но уже не рисковал. Союз-то против Дмитрия Упера. На точке вбрасывания. Но здесь спартаковский капитан тоже. Большой дока по части выигранных единоборств на точке. И Союз-то. Ливандовский уходит от одного соперника. Там Розина пытался накрутить. Но в итоге ничего у Эдуарда не получилось. Ни броска не последовало, ни передача на Родивович. Он отдать не сумел. Насколько вот спартаковцы в жесткости прибавили вот на последние сезоны. Сюда такая команда техничная, комбинационная была. Смотрим уже. Просто какие-то три одеты и канадцы. Почти. Баев подхватывает Шойгу за своими воротами. Цыбок расставляет партнеров. Причем так... Чем-то особое внимание уделял тем, как нужно расставиться в своей зоне. Цыбок сейчас... Гузьмин перехватил передачу Бишарина. Еще и плюшку армейский защитник потерял очень не кстати. Там Лещову, конечно, надо поменяться с Мишарими местами и пытаться отобрать шайбу. Сейчас на грани удаления. Но здесь Аншаков вовремя пришел на помощь партнеру. Шайбу армейцы отобрали. Опять отправили ее чужим воротом. Ну и выигрывают какое-то время. Еще один момент. Здесь Кочнев спасает свою команду после... Броска Димитраков. Совершенно верно. 23-й номер армейцев был в ударной позиции. Ружечка из-под защитника. Но увидел момент броска Константин Барулин. Справился он с этой шайбой. До конца. Любой маневр доводит спартаковцы. Как правило, следует силовой прием к завершении этой фазы. Но ведь Ружечка сам, Ружечка, Ружечка, был самый очень мощный защитник. И вот он любил жестко играть, поэтому ее прибывает. Ну что, Баранке дадут 2 минуты. За атаку игрока не владеет Шебель. Да. За опасную игру в Сокоболе тыкнушил. Время подобное использование флюшки считалось вполне нормальным. Ну и тогда масок не было. Не так это сказалось. Но вот видите, сейчас он успокоился. Две минуты у ЦСКА на игру в большинстве. Но это тоже такой важный момент. Куляш Корнеев. Пара защитников специально под большинство. Хартиган, Суглобов и Паршин. Князев против Хартиган. Князев против Хартиган. Князев против Хартиган на точке. И, видимо, по энтузиазму, который он сейчас демонстрирует. Он сбегал туда-назад за партнера, за себя, за того парня. Он рвал всегда и Петр счастливый. У него есть небольшое повреждение. Но вот если бы необходимо было, можно было бы не сомневаться в том, что Петр был бы на льду. Но с учетом того, что до нового года три матча армейцы проведут, все-таки дали возможность счастливому передохнуть. Куляш! Бросок, поворот. Не получилось передать вот спартаковского защитника. Общий, по-моему, был. А ведь один абсолютно Родивоевич открывался под дальнюю синюю. Чуть точнее, без шанса, что его догонят. И еще одно удаление у Спартака. И вот это уже очень серьезно. Родивоевич на Кулише все-таки штраф свой заработал. Толкался, толкался он там с армейским защитником. И в конце концов на две минуты наиграл. Нет, он там только его удаляет. Но я скажу вот так. Конечно, Куляш так зачастую радует. Он, конечно, провокатор тоже подходящий. Вы представляете, вот что-то человеку. Ну, 105 килограмм живого, боевого веса. Их падает так. Конечно, этого интереса команда. Конечно, спровоцировалось по атакам. Но... Куляш с Корнеевым остаются на льду. Собственно, и тройка нападающих не претерпела изменений. На Левандовске стученок. Баев. Ну и Левандовский обычно в таких ситуациях на льду появляется. Но пока там общий. Находится трех защитников. На лед отправляет Ружечка. Плохо это в том плане, что, в общем, не очень на точке вбрасывания. Хорошо играют защитники. Ну, как раз и проиграли они в часу. Хотят армейцы шайбу уже в пустые ворота завести. Такое впечатление. Быстро ее двигают. Куляшу она приходит. Корнеев. Бросок по воротам. Бочник парирует. Шайбу. Но продолжает ей владеть хоккеисты ЦСКА. Я не знаю. Наверное, там все-таки на распастье должен, конечно, Лещов играть. Нет, не его игра это на пятачке. Четвертый полевой появляется на площадке у Спартака. Паршин на руках там хотел завести шайбу в ворота. И что? Еще одно удаление у Спартака. Залмышленный сдвиг ворот. Судя были рядом, они все видели. Но мы видим. Ну, давайте посмотрим, что. И стоя на месте. Грутил Фиртый Паршин. Ну, такие вопросы, да. Ну, что, Костюченок. Ну, не знаю. Такой опытный игрок и нарушение детского хоккея. На глазах у судей сдвигать ворота. 40 секунд. Втроем против пятерых спартаковцы выстояли. И теперь еще одну минуту и 11 секунд. А до конца матча менее трех с половиной минут остается. Лишают себя спартаковцы возможности отыграться. Сейчас выстоять надо. И еще там будет у них полторы минуты. Но выигрывают армейцы сбрасывания. Очень легко. Выпер Ливандовский и Баранка сейчас на льду. Корнеев и Куляш. Наверное, все это большинство на площадке проведут. Куляш дотягивается до шайбы. И оставляет ее в зоне гостей. Хартиган. Наверное, они будут стараться армейцы эту шайбу разыграть. Подставляет Клюшеву к Паршин. Шайба летит мимо ворот и выбрасывает ее спартаковцы через 30 секунд. Бранко Родивоевич появится на льду. Вновь лопшук Князев. И Кочнев спасает свою команду. От, казалось бы, неименуемого гола. Выход один на один. Но не дрогнул спартаковский голкипер. Дает он своей команде шанс отыграться. 10 секунд до выхода четвертого полевого у Спартака. Куляш и Корнеев по-прежнему на льду. И нет возможности сейчас выдвигаться далеко туда, к Клюшу. Он получит возможности для атаки. Тут мы больше говорим, но он на самом деле не самый опасный. Все-таки он долго готовится к броску. И вратарь успеет перестроиться. А сейчас думаю, что армейцам не надо там задираться. Это надо терпеть, потому что сейчас любое там малейших нарушений наверняка судьи удалят. Да, в такой ситуации все-таки волей-неволей подсознательно может быть где-то даже армитры Внимательно наблюдают за той командой, которая имеет численную преимущество. На миллиметр в зону коньком заехал вратарский. Где-то вот такое столкновение на грани. И тут же будет принято решение. Вот момент, в котором Почнев свою команду просто-напросто спас. Егор Михайлов, второй выход практически один в один. Вот таких стопроцентных моментов, конечно, у ЦСКА намного больше, чем у Спартака. Но вот Кочнев в эти моменты ни разу не трогнул. Да, Дмитрий Кочнев, можно сказать, что уже полностью исправился за свою ошибку, которая привела ко второй шайбе в его ворота. Ну, а главное, нет смысла упрекать вратаря, когда нападение забросило за всю игру лишь однажды. А нападающей вообще ни одной. Последние две минуты матча. Пятером против четверых сейчас играют кисты ЦСКА. Через 23 секунды Виктор Костюченов появится. Вот опять же делают сейчас опниться ставку на тотальный контроль. Шайбы передачи на Лещева, который открывался на дальнем пятачке, неточная. Получилось. И в итоге... В итоге не удалось. В итоге еще полторы минуты до конца третьего периода. И ЦСКА надо предельно аккуратно играть. Димитракос! Опять весь угол свободен. Я думаю, на тренировку Димитракос попал бы 10 из 10. Но это игра и концовка игры, и нервы. Ну что, сподобится подопечная Милыша Ржиги на решительный штурм. Поворот соперника в концовке Костюченов сигнализирует о своей готовности сменится. Ой-ой-ой! Перекладина сейчас спасает ворота ЦСКА. Да, она не спасает. Просто как вот с 25 метров вратарь теряет ворота и шайба не залетает. Если сейчас был бы гол, я не знаю. Обшут пальнул почти от красной линии. И вот настолько близко были спартаковцы, чтобы отыграться буквально на ровном месте. Как бы с броска с центра садится вратарёк. Зачем? Билыш Ржига берет тайм-аут за 58 секунд до конца основного времени матча. Вбрасывание будет в средней зоне. Какая МВД выиграла в Чехах за счётом 3-2? Яхтбарс, как я понимаю, по гулитам обыграла трактор. Ну что же, несмотря на то, что это всё-таки в зону армейцев, арбитры. Брасывание переносит. Ворота Спартака пусты. Обшут в одиночестве на синей линии. Родивоевич, Купер, Мязев, Ливандовский и Костючётов. Картиган на точке сбрасывания у армейцев. И выбрасывает Картиган прямо с точки шайбу за свою синюю линию. Ну и вот в концовке Гончаров и Корнеев. Пара защитников. Обшут здесь оказался у лицевой линии. Ой-ой-ой, как опасно. Шайба выпрыгивает на пятак. Сразу там возникает куча мала, в центре которой Хартиган оказывается. ЧСК будет замена игрока, скорее всего, между Гончарова. Уже вышел Сергей Розин. Да, именно Максим Гончаров завозился там немножко за воротами. Условно было обработать шайба, она скакала. Но, конечно, там надо поречь и выносить. Хотя потом он после потери-то боролся до конца. И, в принципе, не дал делать передачу Спартаковцам. Ну и Спартаковцы точечную замену проводят. Пятого нападающего Ржига выпускает Кузьмина. вместо Костюченко. Уппер. На этот раз ему удается вбрасывание выиграть. Родивоевич. Уппер подставлял клюшку, но мимо ворот шайба полетела. Князев поднимает голову ищет партнеров. Родивоевич. Чопшут. И Паршин успевает поймать эту шайбу на себя. Эта передача уже не пройдет. Но Князев не выпускает Михайловой зоны. Уппер. Катится на пяточок, но теряет он шайбу. Она у Паршина. И аккуратно, чтобы не было проброса, Паршин дригрит. Так прогрессируют молодые игроки. Тот же Паршин в другой ситуации. Проброс делал. А тут абсолютно спокойно и надежно. И ЦСКА выигрывает 2-1. И что? В конце концовки побьются? Ну, скорее потолкаются, потому что нет здесь необходимости, как-то уж так, до крови выяснять отношения друг с другом. Матч получился. Очень упорный поединок. Это Родиво еще надоело играть. Ему хочется отдохнуть. Сбросил перчатки. Я думаю, у него не первый большой штраф. Судя, конечно, пожалеет. Не буду тут спартаков туда вас слишком много. Но думаю, надо успокоиться. Ну, там уже и лайнсманы всех развели. Родивоевич и Хартиган. Ну, нет, это даже похоже на матч. Это, знаешь, какие-то дворовые команды. Когда там пойдем, сейчас выйдем, там с площадочки побьемся. Такой жесть показывал Хартиган Родивоевич. Со счетом 2-1 армейцы одержали свою вторую в сезоне победу над Спартаком. Мы приблизились к красно-белым турнирной таблице. Теперь очко. Разница между этими командами. Ну, что, ЦСКА дотерпел. И, скажем так, честно, и удача была, конечно, на их стороне. Хотя в концовке армейцы имели, на самом деле, больше моментов, чем у Спартаковцы. Но мы смотрим статистику. И не такой большой преимуществом и по броскам было у Спартака. И, в принципе, ЦСКА молодцы. Что ты скажешь? Ну, и как бы Левандовский тоже был прав. Чего-то не хватало им, Спартаку, в завершении. Не забили те моменты, какие были. Тем интереснее чемпионат будет. ЦСКА все-таки важнейший. Три очка добыл. Уходит подальше от опасного восьмого места. И побьется еще за место первой четверки, скорее всего. Приветствуют команды своих болельщиков, которые, как так сказать, очень хорошую шумовую поддержку оказали бившимся друг с другом не на жизнь, а на спорх принципиальным соперникам. Вот видите, как грамотно у нас Константин Барулин в последнюю секунду... Убил. Убил, да. Посмотрел на табло и понял, что даже не даст шанса на вбрасывание. Да, очень повезло. Константину, когда на последней минуте периода бросил... Ну, это тоже не дело. Троем накинулись на одного. И Наталья Кларк готова взять интервью Александру Суглобову. Наталья? Да, Роман, мне абсолютно право. Александр Суглобов. Александр, поздравляем вас с победой в этом матче. Вот ваши впечатления, ощущения сейчас. Насколько принципиально сложно все сегодня было? Ну, очень тяжело. Судя даже по счету, 2-1. Как бы упорная борьба. Много давали, в принципе, шансов и нам, и им в большинстве поиграть. И 5 на 3. Ну, где-то повезло, может, чуть больше. Может, где-то получше сыграли в обороне. Три очка – это очень хорошо, тем более в дерби. Как вы лично сегодня провели свой матч? Как вы себя чувствовали? Ну, честно говоря, тяжеловато, потому что первая игра только после перерыва большого. Ну, будем работать. Думаю, на следующие игры лучше будет. Что касается реализации большинства, вот в третьем периоде, наверное, почему не хватило, чего не хватило. И как много уделяется внимания именно этому аспекту на тренировках в команде? Ну, это болезнь у нас уже с начала сезона. Постоянно это проблема. Достаточно много работаем на тренировках. Все это пытаемся какие-то новые моменты, комбинации выработать. Но пока вот так вот. Не знаю, причину. Ну, много причин, наверное, какой-то. Спасибо большое. Извлечение вам от всех болезней. Александр Суглов отвечал на вопросы. Сергей, Роман, вам слово. Ну, мне кажется, вот как раз наши слова и Суглов подтвердил, что и удача была, и какие там проблемы у ЦСКА. Но в целом, в целом, конечно, он доволен. Первый матч после большого перерыва ЦСКА выиграл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова